Два года пациентка пыталась избавиться от прыщика. Что же это было на самом деле? Известно, что кариозные зубы могут являться причиной воспалительных заболеваний в полости рта. Однако в сегодняшней истории осложнения от разрушенных зубов реализовались на коже лица. Этой пациентке 26 лет. Она обратилась для планового лечения зубов. Их было разрушено очень много, в том числе передние. В полости рта обнаружилось несколько свящей, из которых выделялся гной. Мое внимание привлекло воронкообразное втяжение кожи на подбородке, при надавливании на которое выделялся гной. Пациентка сказала, что этот прыщик она пытается лечить уже в течение двух лет. И по совету хирурга она смазывает его антибиотик, содержащий мазью. Но эффект получает кратковременный, и до конца этот прыщик так и не проходит. Пациентка с недоверием отнеслась к информации, что это втяжение на подбородке может быть как-то связано с состоянием зубов. И что, скорее всего, оно является отверстием еще одного свящевого хода. Однако на лечение зубов она согласилась. В процессе лечения были удалены все старые пломбы, кориозные ткани, корневые каналы были тщательнейшим образом обработаны, промыты и запломбированы временным пломбировочным материалом на основе гидроокиси кальция. Уже на следующий день из этого так называемого прыщичка перестал выделяться гной. А еще спустя несколько дней стало заметно, что это втяжение на коже подбородке выравнивается, и воспалительные явления быстро идут на убыль. Через 10 дней, когда корневые каналы были запломбированы постоянным материалом, об этом свяще напоминало лишь небольшое розовое пятнышко на коже подбородка. Впоследствии исчезло и оно. Из этого клинического случая можно сделать следующий вывод. Нельзя запускать свои зубы. Нужно регулярно, дважды в год обращаться к врачу для профилактического осмотра, для того, чтобы выявлять проблемы на самых ранних стадиях и предотвращать таким образом развитие осложнений.